Всем привет! Меня зовут Наталья, это мой блог NettoBet, блог о парфюмерии. И хочу рассказать вам о парфюме, который появился первым, наверное, для меня в 2020 году. И вообще об особой для меня марке. Дело в том, что я отметила такую вещь. Меня цепляют не только парфюмерные марки, которые, знаете, точнее, ароматы, которые что-то напоминают из детства. Хотя в основном именно так это и происходит. То есть запахи сена, запахи сушеных трав. И я точно буду влюблена в этот парфюм, и я точно буду его носить долгое время. Как, например, текущий аромат Gucci Mimoire, который, наверное, начиная с 31 декабря носился на протяжении 5 дней без перерыва. Я не знаю, что для меня это достижение. Потому что там есть запах аптечной ромашки, а для меня запах аптечной ромашки – это запах детства, запах трав, которые сушились у нас в деревне. Поэтому для меня это особое что-то. Но, оказывается, не только ароматы могут так цеплять. Могут так цеплять и бренды. И у меня таких брендов несколько. Один из них – это бренд Fuegia. Надеюсь, я правильно его произношу. 1833. Почему? Ну, вкратце история. Возможно, те, кто со мной давно уже слышал эту историю, что в нашем городе Рязани открылся небольшой такой ламповый магазинчик. Это парфюмер, галерея парфюма она называлась, где был управляющий, ну, в общем, директор, он же и директор, он же и продавец, он же и управляющий Андрей Каплин, который является дизайнером. Мне кажется, сейчас он работает в Москве. И у него было несколько брендов, совсем очень высокие цены и несколько брендов. И вот одним из этих брендов было Fuegia. Стояла она очень отдельно, обособленно ей уделялось особое место, поскольку сам владелец магазина Андрей Каплин был лично знаком с создателем, с Джулианом Биделем. Так что потихонечку переходим к марке, да, марка Fuegia 1833 родом из Патагонии. Это такое местечко в Аргентине, как это сказать, отдельно не остров даже, но, наверное, да, отдельная земля, отдельная, в общем, какая-то часть страны, в которой растут достаточно экзотические, редкие растения. И это такая богатая земля, я бы так сказала. И сам создатель Джулиан Бидели, он, собственно, родом из Аргентины, он художник, музыкант, ну, в общем, кем он только ни был. И постепенно понял, что все то, что сейчас происходит в мире живописи, в мире музыки, это повторение старого. А вот в парфюмерии у него есть новая идея. И одна из таких идей, собственно говоря, и был его бренд. Вообще в основе его бренда лежат по три, как сказать, по три компонента. Хотя на самом деле, если уж честно говорить, в итоге оказывается так, что, так, мне кофе прилетело, в итоге оказывается, ой, я так люблю розовые чашечки, что их не везде по три. И вот, к примеру, да, даже вот парфюм, о котором я буду рассказывать, там не три компонента. Так вот, говоря о бренде, возвращаясь. Джулиан Бидели создает свой бренд в 2010 году, и на текущий момент у него уже в коллекции около 80 ароматов. Да, достаточно много, за 9 лет там наплодить столько. Но там есть небольшие повторы. По-моему, сюда же 80 ароматов входит его распределение на коллекцию масел и коллекцию парфюмов. Это как бы разный, ну, то есть, можно сказать, что это разный аромат, но, на самом деле, по сути, один в разной концентрации. Какая была его идея? Его идея была взять вот эти вот редкие компоненты из аргеттина, невероятно интересные, древесные, цветочные, и использовать их для своих парфюмерных композиций. Его парфюмы посвящены, ну, просто чему только не посвящены. И путешествуем, но особое внимание он уделяет известным людям и первооткрывателям. Это просто источник его вдохновения. Собственно говоря, сам бренд Фуэгия, все долго думали, что это за фигня вообще. Фуэгия 1833, что это такое, с чем это связано и вообще о чем это. Так вот, Фуэгия это имя девушки, Фуэгия Баскет, которую, скажем так, во время экспедиции в 1833 году как раз Роберт, если не ошибаюсь, Фитцрой и Дарвин, который участвовал в этой экспедиции, похитили девушку с острова Ля Терра Дель Фуга, в общем, с огненной земли. Похитили девушку, чтобы посмотреть, как она, собственно говоря, сможет ли она эволюционировать в приличном обществе Англии. Они забрали ее в королевский двор, но, к сожалению, поняли, что нет, как это сейчас бы сказали, да, там деревню из девушки не выбить, да, девушку можно вывезти с острова, но островитянку из девушки не вывезти. Поэтому ее вернули обратно на землю, где, конечно, ее жизнь стала более сложной, так как она подвергалась постоянному подозрению и уже не могла чувствовать себя нормально, увы. Но, тем не менее, именно этому, благодаря этой поездке Дарвин углубился в свою теорию эволюции. Это был такой скачок, это был момент изучения Южной Америки, это был момент познания эволюции. И это очень вдохновило Джулиану Бидели, в общем, в честь этой девушки Фуэгги, он создал свой аромат. И год Фуэгги 1833, это год данного исследования, данного путешествия. К особенностям марки. Парфюмы этой марки облачены в деревянной коробке, каждая облачена в деревянную коробку. Но эти деревянные коробки сделаны не из деревьев, а, ну, в смысле, из деревьев, но из упавших деревьев. То есть ради этого не срубаются деревья. Краской, которая нанесена на этикетку, сделана из, чернила сделаны из сои. То есть максимально, максимально все такое натуральное. И самое интересное, что спиртовая основа парфюмов получена из кукурузы. Я не знаю, как это делается, но это, возможно, именно поэтому у всех парфюмов марки есть определенный аромат. Я не могу объяснить, вот как мы говорим, мы уже с вами, если, опять же, вы со мной давно, я не раз говорила, что у каждого бренда есть своя основа, есть своя какая-то парфюмерная база. То есть, например, вот у Шанель что-то более хлебное. У Герлен есть свой Герлинат, где ваниль и какие-то там еще ноты создают более такое ванильное звучание. Ну, в общем, у каждого бренда практически есть своя основа. Если она вам подходит, это бренд ваш. Это вот то же самое касается любого наших нишевых парфюмеров российских. Кому-то нравится, как он остается, кому-то не нравится. Так вот, у марки Фегия у них звучание раскаленного металла, я не могу объяснить, или брашки. Вот в каждом парфюме есть это звучание таких дрожжей, брашки, вот этого, ну, я думаю, что вы сейчас понимаете, да, вот эта вот шипучая брашка, и мне еще напоминает почему-то запах металла. Вот что-то среднее, будто нагретая брашка и металл. Вот такое я слышу везде. Первым моим парфюмом этой марки была библиотека Вавилона, библиотека де Бабель. И была создана в честь, в коллекции, посвященной Борхесу, как бы то, что его окружало, грубо говоря, и вот был создан аромат библиотека де Бабеля. Вообще, там есть несколько коллекций. Еще один аромат, который мне очень нравился, назывался кабинет Дарвина, и пах он высушенными травами. Вообще, это, ну, все, что происходит, вот все, что я сейчас перечисляю, это просто фантастика. Это настолько красиво пахнет, три ноты, и это безумно красиво. Это особое искусство. Подача этих парфюмов в бутиках всегда идет в колбах. Не на блотерах слушается аромат, а в колбах. Вы берете колбу, она такая лампочку напоминает, ну, или колбу, наверное, лабораторную, я просто не знаю. Вы берете, выдыхаете, и здесь запах, он как будто бы кружится и кумарит. Вот этот вот аромат брашки и металла всегда присутствует, ну, практически во всех композициях. Я не могу объяснить, для меня вот так. Библиотека Де Бабели у меня была в, была у меня в отливантике, и его очень любила моя кошка, бывшая, которая, которая была семейная наша с мамой. Она обкатывалась в этом парфюме. Мы даже потом, насколько я его любила, я его уже не использовала по назначению, я просто пшикала его иногда на ковер, и она падала там, и пыталась сохранить этот запах на своей шкурке. И мы просто кайфовали, потому что не знали, что там вообще внутри, почему он так себя ведет, но, тем не менее, так оно и было. Для меня это особый бренд, очень особый, и для меня немного такой, знаете, как это непозволительная роскошь, потому что он достаточно дорогой. Ну, давайте я сейчас конкретно о вот парфюме Ля Тера Дель Райо. Парфюм Ля Тера Дель Райо посвящен тоже отдельному району в Аргентине. Я сейчас не вспомню это название, оно такое сложное, которое было посвящено именно виноделию в Аргентине. Вообще, вино, мне кажется, в Аргентине, если это с того, что я пила, обладает такими терпкими какими-то нотками, терпкими дымными. Так вот, этот аромат был получен с помощью метода хроматографии, когда снимают парфюмерный отпечаток с конкретного какого-то, ну, с любого аромата можно снять парфюмерный отпечаток. Это парфюмерный отпечаток с вина Пино Нуар аргентинского. То есть, воссоздали именно его вот это вот звучание с дубовыми, древесными, терпкими оттенками. Это запах, ну, это пряный запах вина с этой терпкостью думы, с настоящими вот этими, как это называется, когда выделяют дерево-то, дубильные вещества, вот что-то типа того. Я кайфую. Действительно, это запах, ну, то есть, в составе как раз дуб, ром, фруктовые ноты, вино. Он удивительный, я не могу объяснить, это пахнет действительно чуть-чуть брожением, чуть-чуть деревом. Запах моментально расползается по помещению. Если вот парит у меня отливан, то это вообще беда, это моментальное распространение ощущения. Если вот сейчас я в кафе как-то распылю, это случайно, то люди почувствуют себя в баре и начнут расслабляться, обсуждать джаз. Я не знаю обсуждать, почему сразу джаз обсуждать? Нет, просто заиграет джаз, диск сломается, заиграет джаз. Здесь начнут обсуждать какие-то темы, немного о творчестве, немного о том, куда мы, куда движется наша культура. Я думаю, не о политике, нет, водки здесь нет, политику не начнут обсуждать, но тем не менее начнут обсуждать какую-то культуру, искусство, не знаю, все такое. Вот, он кайфовый, я прям вот действительно чувствую, еще раз, чтобы подытожить, да, вино, дуб, металл, какой-то странный запах, немного, знаете, классный, когда нагретый асфальт, вот что-то такое. Я его могу надеть под любой образ, мне кажется, он подойдет и под casual, он сделает более строгим образом, а вот под такой какой-то немного этно, он сделает его наоборот. Такой богема стайл, богема стайл, сказала Наташа, ну вот, правда, появляется такой оттенок. Такой вот бренд выпускается у него, не отвлекаюсь людей всегда, привыкайте, выпускается он объемами 33 миллилитра, 50 и 100, 33, да, такой странный объем, но я так поняла, треть, прям ровно треть взяли, да, не 30%, а ровно треть. 33, ну я не знаю, там есть 33, 33 и 3, 3, 3, 3, 3, но тем не менее, самый, наверное, реальный для покупки объем, потому что примерно 33 миллилитра, это порядка 7 тысяч, наверное, выйдет. 100 миллилитров 17-18 тысяч, примерно так можно купить. И это дорого, и проблема этого бренда заключается в том, что в конце решила сказать, если вы дожили, и вы сейчас такие, ну блин, ну зачем я потратила столько времени в своей жизни? Почему? Потому что и найти его сложно, очень сложно, он продается в некоторых магазинах, как минимум в рандеву я его точно видела, не знаю, на Духерев, по-моему, да, на Духерев тоже продается, кажется, но все по предзаказам, то есть большинство, там по 6 где-то, из 80 вы только 6 найдете, все остальное по предзаказам, и то я не уверена, что они это привезут, потому что он очень невостребованный бренд, продается он также, у него был бутик в Москве закрылся, в Рязани его также можно позвонить в эту галерею парфюма, возможно, вам что-то продадут, потому что там сейчас по звонку работает она, и все, наверное, ездить за границу и заказывать, по-другому, без вариантов. Очень мало его распевают, очень мало, и очень громко здесь играет мозг, очень громко, вот, поэтому его придется поискать, но если вам понравилась идея бренда, то я вам очень советую с ним познакомиться, вот, так что приятных вам впечатлений, интересных ароматов, пишите, какой у вас бренд вызывает особые чувства, и помните, что мир полон необычных ароматов, никогда не ограничиваетесь мало.